Девчоночки, доброе утро! Начинаем сегодня влог с уборки. Сегодня будет влог мытьевашка. Покажу вам супергаджет свой новый. И хочу сегодня, девочки, прям навести порядок и марафет, потому что выглянуло солнышко. Я сейчас прям шторки закрыла, потому что невозможно вообще ярко-ярко светить солнце, хотя на улице очень холодно. Я, если честно, увидела свой холодильник при свете солнца и, если честно, обалдела. Он весь в пятнах. Хочу сейчас его помыть. Навести порядок. Потом еще у меня по плану разобрать документы, организовать хранение документов. И еще, девочки, хочу заняться скатерцами, привести их в порядок. Вот смотрите, какая она вот гадость такая вот, а? Вообще не ручная. Вот я ее сажаю на руки, она сопротивляется. Те она? Что ты возмущаешься? Ну? Ты что, противная? Поздоровайся с девочками. Слышите? Вообще, тигр. Тигрище какой-то. Вот, в общем, короче, сегодня, девчонки, у меня уборка по плану. Хочу немножечко, вот знаете, точечно навести порядок. Рассказывала вам уже неоднократно, что я стараюсь убирать, знаете, как вот, допустим, генеральная уборка, это все понятно, а точечная уборка, вот у меня сегодня чисто, в принципе, в квартире просто пропылесосить нужно будет, потому что я каждый день это делаю. И просто хочу сейчас немножечко в шкафчиков поубирать, все везде разобрать, навести порядок. Те она, ты мне камеру шатаешь, вот просто, понимаете, она села, чтобы вы понимали, прям перед камерой и сидит. Это вообще что за катастрофа, а не кошка. Смотрите, сейчас покажу вам. Гляньте, камера вот здесь стояла, на кофемашине, она лазит везде. Те она, ку-ку. Вот просто. Короче говоря, девчонки, буду сейчас наводить порядок, по-моему, с вами в холодильник. И будем заниматься домашними делами. Я вам немножечко сделаю мотивашечки на уборку, потому что уже давным-давно не было, ничего не показывала вам, надо в строй входить, в колью. У меня там еще кое-что по глажке, вопросы, там с вещами немножечко разобраться. В общем, давайте сегодня с вами позанимаемся домашними делами. Включила, кстати, сериал, девчонки, смотрю Зимородок и смотрю Клюквенный Щербет. Зимородок еще не вышел, выйдет в воскресенье, уже серию посмотрела, Клюквенный Щербет выйдет завтра. Очень жду серию, кстати, вот Клюквенный Щербет мне очень импонирует этот сериал, я его обожаю. И в промежутках между выходом серии я смотрю Великолепный Век, просто балдею. Сейчас, девочки, смотрите, что я сделаю, я возьму цветочки вот эти вот, хочу их полить, покупать. Сегодня мне, кстати, нужно будет замик тоже помыть, потому что уже очень давно его не поливала, сейчас, кстати, стало реже это делать. И уже займусь холодильником. Девчонки, смотрите, вот так вот ставлю в ванну цветы и поливаю раз в полторы недели. Делаю прохладный душ и вот таким вот образом прохожусь, я их не заливаю, просто немножечко, немножечко, знаете как, орошаю водой, снимаю пыль и все. Я их не заливаю, сейчас уже жары такой нет, они не очень сохнут, им комфортно, но вот свежесть вот это вот все, купание, они очень-очень любят у меня. И они у меня сейчас постоят, стекут, я вытру кашпо и уже расставлю их по своим местам. Вот так вот я за ними ухаживаю. И еще раз, где-то, наверное, в две недели я купила средства, сейчас я вам его покажу, девчонки, вот им я, кстати, обрызгиваю цветы. Также вот, допустим, один раз покупала, один раз обрызгала и развела водички и полила. Сейчас я покажу вам. Девчонки, смотрите, вот это вот для декоративных, для декоративно-лиственных цветов, да, растений, очень классное средство. У меня вот, например, очень долго вот эти мои цветочки не цвели и когда я их удобряю, они просто начинают буйно-буйно расти. Девчонки, кстати, не показывала, посмотрите, красавчик какой у меня. Ему здесь прям комфортненько, так классно. Он у меня вот живет здесь на балконе. И вот эта моя подставка с цветами, она просто обалденная. Я каждый раз, вот когда сажусь на балкон, я просто любуюсь своими цветами, очень красиво. Видите, шторы на улице очень солнечно. Давайте теперь займемся сейчас холодильником и уже дальше по плану будем заниматься уборочкой. Сюречки, ну что, давайте я поделюсь с вами своим новым приобретением. Расскажу вам немножечко о нем. Это вертикальный пылесос от бренда Волмар. Смотрите, как он выглядит круто. И я честно могу вам сказать, что я от него вообще в восторге. У него два режима мощности. И мне для уборки, даже при наличии в моей квартире огромного количества шерсти, хватает обычного режима. При выборе этого режима скорости заряд батареи держится аж 35 минут. Гуф пьет водичку. Не обращаем внимания. И я успеваю за это время вообще убрать всю квартиру. Но есть еще и турбо режим. И им я пользуюсь, когда чищу диван. Также от шерсти. Сейчас я вам это продемонстрирую. И хочу сказать, что он справляется с этим на 5 с плюсом. При чистке мебели, девчонки, я использую вот эту насадку. Мне она показалась очень удобной. Сейчас покажу, как все это дело работает. Девчонки, пытаюсь сфокусировать, но вот смотрите, видно, не видно на видео. Здесь огромное количество шерсти. Каждый день я пылесошу диван и делаю уборку. Давайте сейчас покажу, как он справляется на турбо режиме с уборкой. Посмотрите, поверхность идеально чистая буквально за несколько минут. Очень хорошо справляется с уборкой. Но также у пылесоса есть огромное количество насадок. Сейчас быстро пройдемся. Даже останавливаться особо подробно на этом не буду. Смотрите, сменная насадка для уборки пола. Для уборки в щелях, в труднодоступных местах. Вот такая вот щетка, девчонки. Вот так вот она делается, видите? То есть, смотрите, пылесос не чистый. Я им уже пользовалась. Тестила его очень долго. И также, девчонки, есть насадка даже для влажной уборки. И вот эта насадка, девочки, это отдельная любовь. Я о ней вам расскажу попозже. Также еще один из плюсов этого пылесоса, это то, что его легко чистить. И не надо разбирать и пачкать руки. Здесь есть вот такая кнопка. И все. И мусор у нас сам просто абсолютно легко и просто выпадает. И очищается наш пылесос. Так, девчонки. И еще одна классная фишка этого пылесоса, это съемный аккумулятор. Смотрите, вот так вот он легко снимается. И его можно поставить в любое удобное для вас место для зарядки. Например, у вас пылесос стоит в одном месте, да, прикреплен, но у вас нет там розетки. И вы абсолютно спокойно можете отсоединить аккумулятор и зарядить там, где у вас есть розетка. А также, кстати, можно купить еще и дополнительный аккумулятор и менять при необходимости. Посмотрите, как он легко и быстро, а главное, так чисто убирает мусор. Так, девчонки, а еще вообще у этого пылесоса есть подсветка. И если раньше я пылесосила и до конца не видела количество оставшегося мусора, то в этот раз я была в обмороке. Когда он начинает подсвечивать, то отражает весь мусор, который есть на полу. И я уже его тщательно пылесошу. Потому что обычным пылесосом мы проходимся, да, там, допустим, пылесосим и все. А тут еще идет доподсветка. И просто, если честно, я обалдела, особенно в углах, где собирается пыль. Так, девчонки, ну а теперь вишенка на торте. Сейчас будем проводить эксперимент. И вот я вам покажу сейчас супер насадку для животных. Вот тут у меня был вообще стопроцентный шок, потому что до этого у меня была насадка, но она так не работала. Настолько качественно и комфортно в использовании не была. Поэтому я вам сейчас всю эту покажу. И честно могу вам сказать, что эта насадка просто незаменимый помощник тем, у кого есть животные. Она значительно облегчила мне уход за гуфом. Давайте посмотрим. Девчонки, смотрите, вот у нас здесь шерсть, да, я его вычесала. Ну вот я до купания, конечно, у меня шерсти было больше, гораздо. Вот она здесь вот, и когда я его прочесываю, здесь, кстати, очень удобные зубчики. Хорошо-хорошо проникают в шерсть. И смотрите, что я делаю. Все, просто идеально чистая расческа. И нигде во всей квартире, да, там, допустим, или еще где-то в помещении, если вы причесываете свою собаку, вообще абсолютно нигде не разлетается шерсть. Это вообще просто супер. Так, девчонки, ну и еще, что хотела сказать, очень удобное крепление у этого пылесоса. Вот здесь вот оно крепится, не надо ничего штробить, крепится на липучках. Вот таким вот образом я его установила. Старый свой пылесос я убрала. Занимает вообще совсем немного места. И я сюда повесила те насадки, которыми я пользуюсь чаще. Так что, девчонки, для вашего удобства я обязательно оставлю ссылочки на пылесос от бренда Волмер в описании. И еще раз, девчонки, хочу сказать, что это реально теперь мой фаворит. Свой стационарный пылесос я убираю подальше. И теперь моя каждодневная уборка стала намного легче и быстрее. Потому что он реально справляется с шерстью. Он очень качественно убирает. Потому что остальных вот добыли пылесоса, мне их не хватало. Не хватало мощности, не хватало резервуара для мусора. Очень сложно было чистить. А тут прям все вместе, в совокупности, собрано в одной модели. Очень классный пылесос. Девчонки, рекомендую от души, потому что вы знаете мою проблему с гуфом, с шерстью, с каждодневной уборкой. В общем, теперь прям супер-мега вещь, которая у меня появилась, да, мой помощник для уборочки. Еще раз повторю, ссылочки будут в описании. Так, девчоночки, значит, было очень много запросов по поводу моей уходовой косметики. Решила вам отснять, сделать такую подборку, то, чем я пользуюсь. Смотрите, как красиво я все поставила. И сейчас мы с вами пройдемся вот прям по супер-моим фаворитам, тем вещам, которыми я пользуюсь очень часто. Все покажу то, что мне нравится. Однозначно вот эти вот средства у меня присутствуют в каждодневном моем уходе. Сделаю вот акценты, что прям очень нравится, что можно в принципе поменять. Давайте начнем, знаете, с чего, девчонки, с зубной пасты. Я не знаю, знаете вы или нет, есть вот такая вот зубная паста. Свекровь мне ее покупают в Табрисе. Я просто ее обожаю. Она идеально чистит зубы. По-моему, это корейская зубная паста. Она прям здоровская, классная. Очень мне нравится, как она чистит зубки. Прям супер. Следующие, девчонки, давайте пройдемся по телу. По телу, для ухода за телом, у меня есть несколько средств, которыми я сейчас пользуюсь на постоянной основе. Первое, девчонки, вот такой вот скраб от бренда Эльфора. Вот так вот он выглядит. Девчонки, здесь такие мелкие частички у него. Он очень классно наносится, распределяется по телу. И вот скрабируюсь я где-то, наверное, раз в 3-4 дня. Хожу я сейчас на эпиляцию, дедушки, хожу на сахарную эпиляцию. И у меня стали вырастать волосы. Потому что, объясню почему, потому что я перестала пользоваться скрабом. Какой-то был такой период времени, что я, ну, забывала. В общем, короче говоря, я ничего не делала. И начали они у меня врастать. И вот сейчас вот этот вот скраб просто помогает мне от вросших волос. Девчонки, просто на 5 с плюсом. Я, когда купаюсь, наношу. Вот я искупалась мылом, все, мычалкой помылась. Потом набираю скрабик и просто массирую полностью все тело. Он очень классно смывается. И он еще увлажняет кожу. И он, кстати, антицеллюлитный, девчонки. Но кожа после него прям выравнивается. Но не совсем, вот чтобы, знаете, прям до идеала. Сейчас покажу другой скраб. Который тоже у меня в супер фаворитах. И вот этот скраб я использую как бы вот через раз в 3 дня, раз в 4 дня. Девчонки, и еще я миксую. У меня есть вот такие вот 2 средства от Хистомер. Вот это вот скриньте. Я вам уже это показывала. И вот 100% я это повторю. Вот это будет у меня просто постоянно. Это единственный скраб и молочко для тела, которые дают однозначно супер видимый эффект. Вот даже, допустим, девочки, вот у меня возле коленок, да, есть вот такие вот, ну как, жирок, скажем так. Когда ты проходишь со скрабом, во-первых, да, он, конечно, знаете, он очень такой густой. Его нужно вначале выдавить на ручку, потом вот так хорошо распределить по ручке, чтобы он немножечко подтаял. А потом массировать все тело. И желательно массировать полусухое тело. Если вот этот скраб я наношу на влажное тело, то вот этот скраб такой, оно должно быть практически сухое, чтобы он хорошо-хорошо проработал кожу. Он очень круто смывается. И вот после него, девочки, эффект просто как будто вышел, я не знаю, от какого-то аппаратного массажа. После этого скраба я наношу вот это вот молочко для тела. Кожа выравнивается идеально, все увлажняется. Ну вот просто супер вещь. Скриньте, девчонки, это вот, знаете, для лета, это вообще незаменимый помощник. Знаете, вот даже как скорая помощь, куда-то нужно выйти, одеть короткое платьице, допустим, да, там. И красиво продефилировать. И вот здесь я могу сразу сказать, что он 100% рабочий. Первый раз у меня такое вот, что как бы вот вообще я не могу придраться ни к чему. Эффект просто идеалити. Для каждодневного увлажнения тела, девчонки, я пользуюсь вот таким вот молочком для тела. Ну, это, конечно, крутецкая вещь. Он супер увлажняет. Мне очень понравился именно вот этот аромат. У меня еще есть белый, там осталось совсем чуть-чуть. Но вот это, девочки, это просто супер вещь. Во-первых, минимальный расход. Достаточно одного нажима. И очень хорошо можно распределить практически на всю ногу. То есть экономия. Увлажняет просто на 5 с плюсом. Так, следующее, девчонки, давайте волосы. По волосам не устаю повторять и не устаю рекомендовать вот эту маску, девочки. Ну, это просто мой фаворит. Знаете, у меня сейчас какая история? У меня очень много шампуней. Кстати, помните вот эти бутыли голубые? Я сейчас немножечко их отставила, миксую. Мне стало не хватать бальзама. Я опять вернулась к этой маске. И вот уже сейчас я чувствую, что у меня волосы уже перенасытились. Ею я ее отставлю и буду пользоваться обычным бальзамом. Она как скорая помощь для увлажнения сухих волос. Девочки, вот просто идеальная. Она вам восстановит волосы, напитает даже самые-самые убитые. Вот поверьте мне, ну, знаете, да, мои все проблемы с волосами, метанием. Мои все видите, кстати, как у меня отросли волосы. Просто, видите, сейчас я крашу только корни. Я не трогаю низ. Хочу немножечко сделать, знаете, что... В общем, короче, девочка мне красит в более светлый тон корни. Здесь у меня все вымывается. Я хочу чуть-чуть осветлиться, но буду это делать только тогда, когда я уже пойму, что у меня волосы, ну, прям вот вообще в идеальном состоянии. Сейчас мне мои волосы нравятся. Они укладываются классно. Мне тогда Марина сделала стрижку. Просто супер. Но у меня все равно еще, девчонки, видите, есть макушка. Она, посмотрите, уже как отросла. Вот это моя макушка. А помните, она у меня была вообще вот такой вот. То есть после ботекса, после вот этой вот процедуры, и плюс еще такой прям хороший достаточно уход, я, в принципе, плюс-минус вернула качество своих волос. Единственное, что они у меня сейчас лезут просто нещадно. Хочу подыскать шампунями над выпадением волос, но сейчас я вообще, если честно, мою голову Head & Shoulders'ом, либо Дафф. Мне очень нравится эффект после этих шампуней. Конечно, понимаю, что не очень они полезны для волос, но за счет вот этой вот маски просто спасаю свои волосы. Так, девчонки, следующее, что хочу вам сказать. Вот я до этого показывала вам маскахолик. Вот такая вот щетка, девчонки. Это тоже прям супер штука. Сейчас расскажу, как я вообще пользуюсь и в каком порядке. У меня сейчас, девчонки, лицо стало намного лучше, и покажу косметику, которую я пользуюсь уходовой. Так, начнем с щетки. Смотрите, вот так она выглядит, она электрическая. Она вибрирует, и тут такие очень-очень достаточно нежные-нежные ворсинки. И вот им я очищаю лицо. Что я делаю? Я либо вечером смываю косметику вот таким вот муссом. Мне очень нравится в форме пенки все вот средства для того, чтобы снимать макияж. Либо я использую вот это вот молочко для умывания, для сухой кожи от бренда Мецкохолик. Понравилось мне оно. Очень тщательно, классно, знаете, такое лицо матовое супер смывает макияж. И вот, допустим, я умываюсь вечером пенкой. Хотя, девчонки, честно, но эта история не про меня. Делать 33 процедуры. Но я настолько сейчас тебя, скажем так, уже выдрессировала, приучила, чтобы именно вот эти вот моменты не пропускать. И, видимо, вот лицо с благодарностью мне отвечает на вот эти вот все мои манипуляции. И у меня лицо вот однозначно с моим куперозом стало ровнее и лучше. Смыла косметику, нанесла молочко на щеточку и быстро прошлась. Буквально несколько минут. Щетка работает 2 минуты, но 2 минуты я вечером не делаю. Я так прохожусь, ну, где-то, наверное, в течение минутки. Все, личико чистое и уже наношу. Это следующий этап, девчонки. Вот такой вот крем от бренда Сиздерма. Это, по-моему, сейчас я вам скажу Италия. Сейчас скажу. А, Испания. Это Испания. К этому крему, когда я его купила, мне девочка посоветовала, я как-то так, знаете, настороженно отнеслась. И, в общем, на первый раз он мне показался каким-то липким. В общем, короче, мне не очень понравились ощущения после его нанесения. Потом кожа привыкла буквально после нескольких применений. Сейчас я вот так вот сделаю, сфокусируется, чтобы вы могли увидеть. И, девочки, вот сейчас эта палочка-выручалочка, это у меня на ночь. Я наношу, вот я смыла косметику, все, нанесла вот этот крем. Супер, тоже он очень выравнивает кожу, он придает какую-то такую матовость, гладкость. И самое главное, напитывает ее. И вот за ночь он у меня впитывается и работает. В принципе, я его и днем иногда, бывает, наношу, допустим, ну, либо вот с утра. Либо, если я, например, куда-то собираюсь, я искупалась, прямо сделала себе супер очищение, все, нанесла его, немножечко походила, все, наношу макияж, все нормально. И следующее, что я делаю, девчонки, это каждое утро я взяла себе за правило. Это вот сто процентов то, что я куплю себе и мне очень нравится. Во-первых, супер эффект. Бренд Космара. Здесь вот такая вот губка, она просто такая, знаете, ну, как губочка, мягенькая. Два нажатия, чуть-чуть смачиваю ее, два нажатия и просто чистое лицо с утра. Вот я умылась, почистила зубы, сделала вот это вот и протираю личико. Буквально минутку, полминутки подержала, умываюсь, все лицо после вот этого ухода обалденное. Вот прям, я не знаю даже, как вам сказать, мне вот настолько нравится тот уход, который я себе сейчас подобрала, и мне нравится результат. И после я наношу вот такой гель. Его мне хватает для полного увлажнения, вот в сочетании с вот этим продуктом. Просто супер, девочки. Вот найдете где-то, да, обязательно попробуйте, купите, потому что мне очень понравилось. У меня купероз и у меня лицо то какими-то красными пятнами, то какие-то прыщики, то еще что-то. В общем, короче, у меня как, знаете, у подростка непонятно, что происходит с лицом. И вот это вот, это просто спасение. Ты утром встал чуть даже подотекше, какое-то такое лицо, знаете, после сна чуть поры подзабиты. Ты сделал очищение, все, умылся холодненькой водичкой. Кстати, не показала вам вот эту свою круглую штучку, в которой я морожу лед. И обязательно с утра, еще не сделав никакие процедуры, я прохожусь обязательно льдом. Много девчонок писали мне, что можно застудить лицо, что при куперозе это нельзя. Девочки, честно, я же не держу по полчаса, там, по 40 минут на лице вот этот лед. То есть я просто прошлась, такой шоковый эффект легкий. Я не втираю его, не прям охлаждаю лицо чересчур. Просто легкий такой шоковый эффект. Все, я проснулась, кожа такая, знаете, пришла в тонус. И уже дальше делаю процедуры. Вот это средство просто классное. И мне вот хватает увлажнения, потому что у меня кожа смешанная. Девчонки, у меня получается, знаете, вот тут, допустим, иногда шелушится. Не знаю, с чем это связано. То ли с какой-то едой, то ли со сменой воды. В общем, бывает, вот тут вот жирно, вот тут вот жирно, а тут у меня все сухое. Вот вокруг рта получается сухость. И мне это безумно не нравится. И вот с помощью вот этих всех средств я сейчас привела свое лицо, ну прям, скажем так, в то состояние идеальное, которое мне очень-очень нравится. Так что, девочки, вот я вам показала все свои уходовые средства. Вот это прям мои суперфавориты. Мне очень они нравятся. Знаете, вот, да, есть косметика, которая не бюджетная, но у нее настолько классный расход, очень экономный расход. И, ну, я уже пришла к тому, что, допустим, да, я возьму лучше, допустим, какой-то один уход. Даже вот этот вот крем. Его достаточно буквально, если я обычный какой-то крем наношу там на палец, прям набираю много и вот наношу, все это втираю в лицо. Здесь достаточно буквально нескольких точечек. Он распределяется. У меня его еще, вот посмотрите, то есть как бы я его покупала достаточно давно. Но очень экономный расход и мне вот нравится, как он работает. В общем, короче говоря, вот это вот все мои фавориты. Очень рекомендую. Я, если хотите, выложу вам фоточку в Телеграм, продублирую эти средства, чтобы вы посмотрели, чтобы можно было удобно, допустим, там посмотреть название. И, может быть, кому-то что-то зайдет. Девчонки, это не реклама. Это те средства, которые я покупаю сама, которые мне очень нравятся. Тоже методом проб, ошибок, подбираю сама себе. Так что вот такие вот средства по уходу у меня сейчас стоят в ванной комнате. Я практически все выкинула, девочки. У меня нет ничего лишнего. Расхламилась. И вот оставила вот конкретно то, чем я пользуюсь и то, что мне очень-очень нравится. Надеюсь, что мои рекомендации и то, что я вам рассказала, пригодится. Кому-то поможет в уходе за собой, за телом, за лицом. Так что вот так вот поделилась своими фаворитами уходовых средств. Надеюсь, я была вам полезна. Давайте дальше смотреть влог. Девчоночки, сегодня у нас такой, знаете, быстрый пирог. Смотрите, на сковороду наливаю оливковое масло. Начинаю крошить мелко картошечку. Картошку буду крошить, девочки, вот такими вот небольшими кубиками. Прям быстро-быстро. Уже полшестого. У меня скоро должен муж сработать. Причем у меня только разморозилось тесто. И мы сейчас быстро сделаем обалденно вкусный, сочный пирог из слоеного теста. У меня тесто, девочки, бездрожжевое. Так, вот так вот мы это все делаем. Сейчас чуть-чуть, я не успела. Вот так вот режем картошечку. Нарезаем кубиками ее. Во-первых, она слегка припустится. Мы ее не будем сильно зажаривать. Ну, по крайней мере, она у нас до полуготовности приготовится. Это будет наша начинка. Тесто пока размораживается. Пирог очень вкусный. И готовится вообще 2 секунды. Потому что у меня мясо, девчонки, есть с рисом. Я вчера готовила. Муж с Руськом покушают как бы на ужин его. Но что-то хочется еще приготовить свеженького. Я старалась как бы каждый день готовить еду. Да, что-то свежее. Вчера еще варила, не показывала вам, девчонки, суп гороховый. Так захотелось мне горохового супа. Просто, вот знаете, с таким удовольствием его съела. Очень люблю. У меня были ребрышки. Но не стала вам показывать. Я его, кстати, очень быстро варю. Он так легко готовится. Самое главное, чтобы горох хорошо разварился. И красиво морковочку порезать. Потому что, ну вот он такой должен выглядеть прям красиво-красиво. Короче, пока с вами болтаю, буду готовить. Быстро-быстро сейчас мы все с вами приготовим. Видите, я так вот вжик-вжик-вжик все и делаю. Сделала бы раньше, но дело в том, что у меня тесто я забыла вообще. Я думала, я его вытащила. Хожу, что-то занимаюсь там своими делами. И понимаю, что я только подумала о том, что я его должна вообще вытащить. В итоге, в общем, ну вроде бы как чуть-чуть размораживается. Так. Сейчас мы когда сюда режем картошечку, поставим на огонь. И уже будем все остальное резать. Нам нужно это все дело слегка припустить. Такое, знаете, до полуготовности. Ну это очень вкусно. Вот знаете, из того, что есть. У меня, кстати, холодильник, девчонки, пустой. Сегодня с вами его помыли. Я еще без вас его помыла внутри. Все повыкидывала. И надо поехать за продуктами. Но за продуктами мы уже поедем с мужем. Прям поехать скупиться надо в супермаркет. Потому что на рынке особо такого я ничего не куплю. Мне нужно купить крупы, какие-то специи. И вот такое вот все заканчивалось. Колбаску, сыр. Ты что, Русик, не играешь? Почему? Да ты что? А зачем ты их делаешь? Потому что не по дороге сделать. Разрешила ему в компьютер поиграть. Пока отец с работы не пришел. Он порядочно уроки делал. Так, картошечку мы порезали. Отправляем ее. Лук теперь девчонки. Блин, плохой, да? Вот сразу, а? Я специально почистила две луковицы. Сейчас вот это выкинем. И знаете как? Мы его покрошим. Мне очень мелко. Я люблю лук, когда вот прям он чувствуется. Тогда он прям сочность придает блюду. Ну, вот так вот, наверное. Так. Да что ж такое? Вот видите, просто вот. Хотя покупала вообще нормальный. С виду весь хороший такой, знаете, сухенький. И в итоге уже третья, по-моему, у меня так лучина попадается мне плохая. Хотя лук этого сезона. Так, девчонки, отправляем лучок. Обязательно все мешаем, чтобы у нас не поджарилось сильно. И еще один лук. А прям, знаете, много. Он тогда придает сочность. Ножи уже надо поточить кому-то. Ну, честно, откладываю это дело, потому что я вечно, если я их поточу, потом я себе пальцы режу. Вот, девчонки, смотрите. Так, лучок. И сразу мы будем туда же добавлять куриное филе. Его нужно порезать тоже мелко на кубики. Так, девчонки, смотрите, солим нашу начинку. Солим хорошо, как вот прям, чтобы было вот как готовое блюдо, как должно быть. Кстати, вот эта соль у меня, зараза, такая не соленая. Я постоянно пересаливаю. И я добавлю только черный перчик. Прям хорошо так. Так, приправлю перчиком. Теперь все еще раз перемешиваю. И нам нужно не упустить тот момент, когда вот начнет выкипать жидкость, потому что тогда будет суховато. А так оно должно быть прям, знаете, мокреньким, влажным таким. Перемешиваем. Обязательно нужно попробовать на соль. Если что, мы досаливаем. Пахнет уже вкусно, девчонки. Просто обалденно. Вот такой вот пирог. Сейчас будем с тестом разбираться. Сейчас я попробую. Блин, ну можно еще, наверное, присолить. Да, надо еще присолить. Да, знаете, что сделаю, девчонки? Я добавлю, во-первых, еще. Мне прям не хватает такой специи вот у чесунели. Она такая прям ароматная. И еще у меня есть, сейчас я застану. Соль. Приправа Стабриса. Она с солью. Буквально чуть-чуть. Будет прям вкусно. Все перемешиваю. И даю еще поджариться. Картошечка еще прям такая. Тверденькая. Еще чуть-чуть. Пусть потомится. Он должен потом, знаете, вот прям во рту таять. Вот эта начинка должна быть очень-очень мягкой. Но в пироге она, естественно, еще подзолотится. Все. Оставляю готовиться. Девчонки, я взяла вот такой вот противень. Налью на него оливкового масла. Потом кисточкой, девочки, вот так вот распределю его хорошо. И будем сейчас сформовать сам наш пирог. Обязательно бортики прям хорошо прорабатываем кисточкой, чтобы оно потом не прилипло. Вот знаете, как без посудомойки плохо. Вот сейчас смотрю на эту тарелку. Такая, кстати, удобная форма, но моется очень сложно. И я не могу ее домыть. Посудомойки бы, она, конечно, была бы другая. Надо сейчас навести вот этот вот, господи, отбеливатель. И можно, кстати, и посуду мыть. Поэтому я вот хочу прям отбелить посудку. Все. И сейчас будем выкладывать сюда слой теста. Потом начинку и все закрывать. Все покажу вам. Похоже, как сделаю. Так, девчонки, смотрите. Вот так вот я сделала. Сейчас выкладываем нашу начинку. Ее прям много, что я с картошечкой погорячилась. Но ничего, будет вкусно. Остренькая получилась, вкусная. Так, и распределяем ее. Все. И сейчас мы будем накрывать. Так, девчонки, смотрите. Так как теста у меня не очень много, значит, я что придумала? Я сейчас сделаю вот так. Смотрите. Да? И вот этой штучкой сделаю вот так. И этой штучкой подберу и сделаю вот так вот. Здесь мы сейчас обрежем эти кусочки, чтобы они лишними. Не были теста, не было много. Все это я слеплю. Нам нужно создать такую своего рода крышечку. Видите, я тут уже кручу, мудрю. Вот так вот обрезаем это тесто. И вот так его заправляем. Ну, чтобы красивый круг у нас получился с вами. Все. Потому что если бы был цельный кусок, девчонки, то есть просто накрыли и соединили. Так как у меня кусочки, ну, будут кусочки. Все вот так вот можно слепить слегка. И смазывать я буду, девчонки, не яйцом, а смажу я молоком. И надо обязательно сделать дырочки. Вот так. На всякий случай, чтобы оно не лопнуло. Вот так. Мы сделаем такие небольшие дырочки. Все. Отправляем в духовку до полного запекания минут на 20-30. Девчонки, вот так вот смазали молоком. На бардак не смотрим, потому что я очень спешу. Сейчас буду все убирать. И теперь еще мы берем кунжутные семечки и присыпаем кунжутными семечками. Ммм, как вкусненько. Все. Отправляем наш пирог в духовочку. И я думаю, что он получится очень-очень вкусный. Так что готовьте на здоровье. В конце покажу, что получится. Девочки, смотрите, какой замечательный пирог получается. Все, теперь с вами прощаюсь. Ему нужно немножечко еще постоять, дойти, и он будет готов. Все. Еще раз всем пока-пока.